Незримая черта делит аудиторию пополам. Справа представители сферы ЖКХ, слева журналисты. Правда, уже через 15 минут к представителям СМИ обращаются как к собственникам жилья. Где чья зона ответственности, разобраться несложно. Потребитель обязан платить, ресурсоснабжающий организации поставлять коммунальные блага в полном объеме. Третий игрок на этом поле — управляющая компания. Но она действовать без рекомендаций собственников не должна. По большому счету в совете многоквартирного дома могут быть только те люди, которые имеют свободное время. И наиболее успешны те жители, которые имеют свободное время, которые образованы, которые адекватно выстраивают диалог. Найти таких людей сложно, но можно. Из 3240 домов в Липецке такие советы действуют пока только в 300. Еще одна проблема — правовая безграмотность сотрудников управляющих компаний, многим из которых помогла покинуть этот рынок программа лицензирования. А профессионалам, наоборот, дала зеленый свет. Управляющие компании подтянули свой инженерно-технический персонал. Очень многие сдали аттестационный экзамен, почитали, по крайней мере, нормативную литературу, почитали законы. Свою работу управляющие компании выстраивают по принципу «утром деньги, вечером стулья», а собственники — с точностью да наоборот. В этом все проблемы, уверены представители жилищной инспекции. Контролирующие органы прибегают к статистике. Как оказалось, за последние 7 месяцев по обращениям жителей возвращено собственникам 6 миллионов рублей неправильно на численные оплаты за коммунальные услуги. Вы бы не назовите хоть какую-то сферу жизни общества, где бы у нас не было проблем. В жилищно-коммунальном хозяйстве, поскольку ежедневно, ежечасно, ежеминутно человек с этим сталкивается, безусловно, и проблем возникает в априори больше, чем в других сферах жизни. Представители управляющих компаний уверены, многие дома сейчас как корабли в вольном плавании, потому что никто ни за что не отвечает. В первую очередь нужно менять сознание людей. Собственник должен понимать, что он хозяин не только в своих квадратных метрах, но и в местах общего пользования — лестничной площадки, подвале, крыши и прилегающей территории. Руслан Харсиев, Елена Логинова, Михаил Жилкин. Липецкое время. Продолжение следует...